Основная цель киевских городоначальников Мэра поставили мобильную кофейню Оказалось, как мы предполагали Киевским чиновникам на это Наплевать. Смотрим Паранормальное явление Так смело можно назвать Киевскую уличную торговлю Очень напряженно прошел этот год Почему? Потому что Некие наметки, которые остались С предыдущего года По работе с киевской администрацией Переросли в противостояние С новой киевской властью Именно с командой Виталия Владимировича Работа Алексея Бусаева Это защита прав владельцев автомобильных кофеен И коммуникация с обитателями Чиновничьих кабинетов Мы требовали наказать виновных В незаконных демонтажах наших транспортных средств Это первое Второе, мы требовали, чтобы было создано прозрачные условия И открытая возможность работать в городе В законном поле Почему говорю в законном? Потому что мы работаем согласно нормативе, которая существует Но у нас со времен Советского Союза не менялось Чтобы показать вам, насколько далеки от понимания своей работы Нынешние управленцы КМДА Журналисты решили провести эксперимент И объяснить зрителю опытным путем Как можно организовать уличный бизнес в европейской столице Это центр Киева Ежедневно здесь проходят сотни тысяч людей Прямо у нас под ногами лежат огромные деньги Киевская власть не сумела придумать правила, по которым действовал бы этот рынок Сегодня мы станем этим рынком У нас есть Американо, Эспрессо У нас есть все, есть абсолютно Для того, чтобы сойти за своих среди киевских торговцев Нам понадобилась машина и политически грамотная реклама Начать свою бизнес-разведку мы решили с самого сакрального места для всех столичных торговцев Киевской государственной администрации Коллеги, здрасте! Кофе не хотите? Установить машину это просто И не вызывает резких эмоций у прохожих Параллельно с ведением торговли Ведем опрос отношения киевлян к торговым точкам на улице А мы вот опрос проводим Не мешает вообще на улице в кофе, нет? Знаете, мне как-то не мешает Ну так, не мешает, но честно говоря Честно говоря, я вот живу в Голосеевском парке, так? Вы как-то их это спасает Это и не... Ну да ладно Голосеев, честно, я говорю, живу Вот они как-то сакцессы будут Однако, святая из святых киевской власти вскоре дала о себе знать А вот Классно Ну а к сниманию? Наши наблюдатели сообщили, что со стороны обители Виталия Владимировича К нам выдвинулась пара милиционеров Здравствуйте! Кофе не желаете? Нет А у нас же нас распределяют, мы и едем Мне под конец сказали подъехать, я и подъехаю Надо закрыться Надо закрыться, да? Прежде чем покинуть наш пост Мы решили немного порасспрашивать милиционеров о том Как идет работа по урегулированию уличной торговли На Крещатику вообще Нема кофе машины Нема Крещатику, ни на Майдане Переедь, пожалуйста Пожалуйста Другое место Это здесь, да Не, а куда переехать? Скажите, я перееду Подальше центра Подальше центра? А если, например, там Мариинку или Шученковский подъеду, нормально будет? Лучше Мариинку Лучше Мариинку, да? Я понял Но самое главное, чтобы на Крещатику и на Майдане Главное, чтобы торгового бардака не было перед окнами тех, кто с этим бардаком обязан бороться Да, да, мы сейчас это самое Мы сейчас быстро Отчасти походят, бесятся, понимаете? Мы решили не гневить слуг закона и покинуть территорию двора Киевской администрации Но вместо Мариинского парка, который нам посоветовали милиционеры Мы отправляемся развенчивать миф о том, что на Крещатике мафов нет В КМДА нам были не рады Отправляемся в пассаж Это бип-точка Продавать кофе там будем по очень дорогим ценам Потому что на пассаже не может быть дешево И заодно покажем вам, как можно договориться про торговое место в центре столицы Сколько? Сколько? А как всегда? Все, сейчас подойдем Возле фонтана С точки зрения торговли мы выбрали неплохое место Мимо нас проходили сотни киевлян и гостей столицы Частенько останавливались, чтобы сфотографировать лик мэра на борту нашей машины Здесь нас не тревожили милиционеры Но один минус у этого места все-таки был Вышедшие на вечернюю прогулку по Крещатику жители столицы покупать кофе упорно не хотели Поэтому мы снова решили сменить место дислокации Когда мы планировали этот эксперимент, нашей целью было показать, как регулируется уличная торговля Любой бизнес имеет возможность развиваться только в том случае, если он развивается по правилам В ситуации, когда ни правоохранители, ни представители администрации не могут сформулировать, по каким стандартам можно работать Мы решили напоить кофе сотрудников главного управления МВД города Киева И попробовать там заработать немного денег Может быть, заодно удастся получить внятный комментарий по поводу того, когда же бизнесмены столицы смогут торговать по закону, а не по понятиям Привлекать к себе внимание мы начали практически сразу На начальника месте стали? Да Уставшие после тяжелого дня милиционеры реагировали на нас приветливее, чем их коллеги из-под КМДА С одним даже получилось поговорить по душам Мы, короче, никому не мешаем здесь Стоя здесь Или вы не в курсе? Я не знаю Мы так подумали, просто офис большой, людей куча, думаю, может, надо будет кофе Настали вот попробовать Нас не посадят? Да нет Не, ну сейчас можно, сейчас можно, если вы с утра будете С утра, конечно, что-то есть, ну, где-то надо в сторонке вам сдавать Вам надо подъехать, просто сюда поговорить С постовым, да? Ну, и на уровне человека языки можно будет разговаривать Если вы успешный переговорщик, то устроить торговую точку в Киеве вам не составит труда Для этого надо иметь пару сотен гривен наличными на ситуативные взятки А если вдруг вы захотите вести бизнес по закону, то о нюансах вам расскажет этот торговец кофе Который уже 4 года работает на киевских улицах Сколько приполучать по времени примерно пакет документов на точку? Достаточно долго Слышал, что-то кто-то говорил около двух лет, ну, я не знаю, правда это или нет Ну, два года терпеть, это ждать, ну, это, я думаю, это бессмысленно Это нам и легко делали, если обычно не так спокойно Как вот у нас Вот сегодня? Да, да Это вообще, даже не то, что нет, вообще Я скажу, что это очень спокойно В каждом современном городе мира присутствует уличная торговля Но в Киеве, как бизнес, она отсутствует Так как она изначально построена на коррупционных правилах игры, где вместо налогов дани взятки Которые идут не в бюджет, а в карманы чиновников и правоохранителей Есть вообще правила у этого рынка? Вы по правилам играете или вы играете просто, кто выжил, тот выжил? Не, ну мы по правилам играем А есть люди, которые, кто вот именно, кто сильный, тот и останется И вместо того, чтобы построить прозрачную и честную систему уличной торговли Градоначальники зарабатывают политические баллы на борьбе со стихийными торгашами Которым и шанса никто не дает работать по-честному Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...